Так, всем привет, с вами я, Сергей Малошенко, и сегодня мы будем играть в FIFA 16, карьера за Real Madrid. Так, в принципе, мы играть будем на уровне сложности легендарный, длительно ставим 7 минут, Лига Чемпионов, последние составы, и еще я поставлю реалистичный режим, но это я вам покажу чуть позже. Тренера, ну не будем мы за Рафаэль Бенитоса, пожалуй, играть, давайте сделаем вымышленного персонажа, это у нас будет Кристофер Вебер, пускай будет англичанином, ладно, давайте попробуем, так, рубашка, галстук, тренер хочет костюм, оттенок кожи средний, ну пускай будет худощавый, будет полная противоположность, грубо говоря, Рафаэлю Бенитосу. Реал в раздумьях относительно нового шефа. Ну, блин, ребят, по поводу состава и тому подобное, думаю, давайте придумаем, точнее, не то, что придумаем, один трансфер я все-таки сделаю, сейчас подумаю именно кого, но у нас очень много потерь, поэтому, я думаю, нужно, нужно будет сейчас кого-нибудь купить одного. Кого будем покупать? Так, давайте откажемся от предсезонных турниров, составом Реала, я думаю, нам понятно, будем играть по одному матчу, ну, может, по два максимума, и будем смотреть. Так, что у нас по составу, в принципе, кто не знает состав Реала, да? Роналдо, Бензима, Родригес, Бейл, Модрич, Кросс, Марсело, Рамос, Пипе, Карвахаль, Навас. Вратаря не будем покупать, я думаю, в принципе, с этими двумя мы справимся. У нас есть Иску, Хисе, Ковачечки, Зимира, Данила, Варан, в принципе, много реально народу. Давайте, пожалуй, купим нападающего. Будут у нас Бензимой, они меняться, причем, не будем, так, какие у нас задачи? Ну, какие могут быть задачи? В перспективе уже кого-то нашли, мировую звезду. Ну, ладно, не паримся. Так, нам нужно, нам нужно все, все, все выиграть. Нам нужен крайний нападающий. Крайний нападающий нам нужен? Вы серьезно? Имея Бейла, Криштиана Роналда, в принципе, Иска, Хамис туда можно поставить. И вы еще мне хотите, чтобы я кого-нибудь купил? Но на Литу 28 лет я не буду покупать. В принципе, логично было кого-нибудь бы из Испании купить, но... Молодежи у нас куча, я думаю, наша молодежь, она нормальная. Будем отправлять куда-нибудь, в Англию. Кто у нас тут еще? Вот в Португалию поедет парень. Понятно, что вряд ли мы кого там найдем, они нормальных нам не найдут. Так, а турок? Турок? Да турка-то отправить. Давай турок в Германию. Ой-ой-ой, я его в Францию отправил. Что там будет делать? Так, что дальше? Задача на сезон, ну, как всегда, выиграть, все. Кого будем покупать? Наверное, я думаю, все-таки, хотя нам и говорят крайнего нападающего, но я думаю, будет у нас кто-нибудь, кто будет меняться с Бензимой. В центр у нас, в принципе, есть Кросс Модрич. Конечно, я бы сюда кого-нибудь еще, но Иска с Хаммисом, Ковачич, Казимира, но все-таки, ну, ребята, реально послабее. А это Реал Мадрид, вы понимаете, да? Давайте, ладно, правда, нападающий, в принципе. Блин, он тоже Хесе, такой, знаете, с натягом нападающий. Ну, представляете, ну, это он, видите, он крайний. Не, давайте все-таки нападающего какого-нибудь крутого сейчас запишем. Если есть какие-нибудь идеи, пишите в комментариях. Пока я сейчас буду искать. У меня на примете, пожалуй, несколько нападающих. Первый, это нападающий Манчестер Сити. Это Серхио Агуэра. Сейчас мы узнаем, сколько они за него хотят. Второй нападающий будет... Ну, в принципе, логично, если он будет из Баварии. Это ж, конечно, у нас... Кто может быть из Баварии нападающий? Конечно, вкусно. А если серьезно, то, конечно, давайте Роберта. Причем, самое интересное, то, что Агуэра может получиться нам дешевле Роберта Ливандовского. Я за. В Милане там всякие баки. Ну, это не уровень. Это не уровень Реала. Реалу нужны звезды, звезды, еще раз звезды. И третий парень будет, который у нас будет на просмотре в Мадридском Реале. Блин, я... Да-да-да. Это будет нападающий Мадридского Реала. Хотя, стоп. У нас немножко реалистичная игра. Насколько мы помним, Реал, Мадрид и Реал Атлетик в свое время договорились, чтобы у такого парня мы с вами не смогли себе купить. Ну... Ну ладно. Пускай договорились, не будем нарушать это. Так. Где еще есть топовые нападающие? В Бразилии. Да, с нападающим, слушайте, реально проблема. Сейчас я стал задумываться. Ну, кто Журу в Арсенале, в Челси... В Челси, Диего Коста. И то вот он один, и все. И мир на этом закончился. Ну, в принципе, на подмену. Все остальное, блин, все остальное в Барселоне. Неймор, Суарес. Блин, бери и ставь. Меня аж потом, если я сейчас кого-нибудь из Барселоны заберу... Ай, меня повесят, а? Ла Казет. Второй француз. Никогда не думал, что такие проблемы прям будут с нападающим. Решил всего лишь нападающего найти. Это уж молчу сейчас, если я центрально. Фикир, ну это молодой фикир. Ну, как я имею в виду, молодой, неизвестный парень. Так, давайте вначале с нападающим решим. Турниров у нас никаких нету. Так, по поводу тренировок. Кому мы будем их ставить? В первую очередь. Кто у нас помоложе? Это у нас... Будем смотреть по возрасту, чтобы хотя бы вырастить. Вот Хаммис, Кросс, это да, это наши парни, клиенты. Мы будем растить что-нибудь. Давайте из Хаммиса, в Хаммис обложимся. И вот будем, в принципе, их постоянно, одних и тех же. Остальные, в принципе, сами вырастут. Я думаю, никто им не помешает. Так, ну что, поехали. Первый день. Возможно, что у нас многих... Марселла, Данила, Хаммис, Родригес. Ваш запрос, он не продаётся. Гризман, он только присоединился. Леон, 75. Вы там чё, ребят, там совсем что ли, курнули что-то? Ну давай, 50 за Левика. Кстати, хочу напомнить, что у меня бюджет на эту трансферную политику всего лишь... Сколько? Ну, 100 дали. Да, больше 100 нельзя тратить, а нам нужно двоих купить. Первый будет вот кто-то из парочки. Локазет, Ливандовский, Агуэра. Ну, я Агуэра хочу, конечно. Мне кажется, вот уровень. На самом деле, Реала. Попадающий безумный. Чё нам тут предлагают? Ну, кого нам тут могут предложить? Кеннеди. Чамбис. Конечно, Джокс Тон. Ну, у нас вот защита, вот реально. Мухаммед Бешич, конечно. Мадридский Реал, парень. Ай, так-так-так. Вот Санчес, конечно, крутой тип. Азар. Ну, честно скажу, Азар после его выходки с Челси, где там они, грубо говоря, слили. Опять не продумываюсь. Ну, что ж вы будете делать? Никто не хочет в Мадридский Реал? Да ладно, бросьте его. Полтиник дам, сейчас побежите. Вы что это? Мадридский Реал раз в год предлагают. Давайте центрального, еще надо будет кого-нибудь на центрального обратить внимание. Так, теперь центральный. Ну, понятно, что сразу нам попадается это Пагба. Ну, нет, Пагбу, Пагбу, Пагбу. Нет, я хочу, знаете кого? Вот этого парнишку. Безумно талантливый парень. И мне кажется, вот он в Реале бы. Сейчас вот прям вставь его и побежал. Это Марко Вератти. На самом деле, это такая усложненная вариант от Тони Кросса. Это человек, который может раздавать по 100 пасов за матч практически без ошибок. И самое главное, пожалуй, то, что у него есть отбор. Все-таки, как ни крути, Кросс, как из него не делают опорника, но это не опорный полузащитник. Ну, вот серьезно. Это такой... Блин, я даже не знаю, как назвать это. Ну, это не опорный... Это вот такой... Оттянутый плеймейкер а-ля Пирло, вот как в Ювентусе был. То есть, без отбора он неплохо играл. Неплохой игрок, если у него нет отбора. Но отбирает он плохо. Так, по поводу центральных полузащитников. Ну, видите, в принципе, что делает Бавария. Она скупает все в своем чемпионате. Давайте поступим аналогично. Тем более, в чемпионате у нас есть парни поталантливее. И Тураспе. Нет, не сойдет. Атлетик. Атлетик мы сразу сказали, что не покупаем. Барселона. Понятно. Давайте в Малаги. Там есть один талантливый парнишка, насколько я помню. Даже два центральных. Есть Камача, Гнасия Камача. Но нам нужен второй клиент. Речо. Это, во-первых, клиент подешевле. А во-вторых, ну я думаю, для нас будет самое-самое то. При том, что у нас есть Кавачич и все остальные. Ну, на двух звезд у нас, я боюсь, не хватит. Так. Что у нас в Верате? Верате тоже 70. Давайте попробуем за 40 его переманить. Чтобы хотя бы десяточка осталась на какого-то вот наречу. Но я, конечно, Верате хочу. Вот прямо это цель номер один. Агвейра, Верате и поехали. Кстати, Алаба. Может играть в центре полузащиты. А за сколько они его продают? Мы, как говорится, прибежим, ребят. Тем более, если там такая распродажа началась, Алабу отдают. В опорную зону его поставим и побежит у нас. Пытаться будем сейчас не только покупать, но давайте и продадим кого-нибудь. Я думаю, все нам не нужны. Так. У нас хотят Рамоса купить за 37. Вы чего, ребят? Сколько там мне устанавливать? 80. Это лучший защитник мира, наверное, на данный момент. Слушай, может и Де Гор хоть вырастет, прикиньте, в 16 лет, в 70. Ну, в принципе, честно скажу, если вкладывать в школу здесь, то действительно здесь даже поталантливее выйдет молодежь, чем я Де Гор. В прямом конкуренту уйдет, грубо говоря, сменщик. Он как минимум... О, отлично. Все, Верате. Вот первая моя трансфер. Мой трансфер. Моя трансфер. Блин, с другой стороны, я продал испанца, которые реально с Верати... Ух, они могли... Ай, сделал не подумал. Да ладно, Валенсия покупает Текстейру. Кто-нибудь бабосы там. Все. Так, вот они наши два усиления. О, все, начали за 5 миллионов. А, отличненько. Это что немцы мне предлагают? Честно, Валенсия сейчас мне стала напоминать вот тот же, не первого по минуты, Бенфику и Порту. Это вот прям... Вот они сейчас сделали очень хороший... Спортивный директор перешел. Фамилию я вам точно не вспомню, но если кому интересно, бейте Википедию. В чем прикол? Он поднял реально у них всю молодежку. Поднял у них всю молодежку и очень хорошо организовал скаутскую... Скаутскую работу. И его перед, вот перед этим сезоном по-настоящему, его звали в Барселону. Но он как бы сказал, вот у меня есть Валенсия, я не хочу. И сейчас вот все трансферы, которые делают, вот то, что сейчас творится Валенсия, они реально закупают молодежь, растят ее, и они будут готовы ее продавать. Вот как делают Бенфика, Порту. Они знают, что на этом можно заработать. В принципе, сейчас они этими занимаются. Правшой он бы забил. Видите, все так, что достал вратарь. Ну, Бензима, вот такие моменты, я думаю, здесь уж. Если бы он не попал, я бы вот прямо сейчас бы заменил, наверное, на Гуэра. А Гуэра это тот человек, который его может выбить. И зимой, возможно, что Бензима уйдет от нас. Не знаю, откуда я его помню. Мне кажется, он где-то... Ю-ю-ю-ю! Карвахаль, ты что сделал? Балбес просто! Он... Он вместо того, чтобы выбить, просто скинул нападающих. Смотрит. Песец просто. Ну, как ты здесь подстрахуешь, Пепе? Ну, когда вот защитник вот так вот подает. Посмотрите, я отбиваюсь от спортинга Хикон. Ну, что вы хотели, ребята? Легенда. Тяжело нам будет, но... Так веселее, на самом деле. Ну, может, уволят. Пойдем карьеру за Атлетик. Да какой там Атлетик? За спортинга Хикон будем карьером. Хотя спортинга Хикон, если сейчас... Ребят, вы что делаете? Я долго разговариваю, наверное. Но вот просто у меня сейчас... Как я не пропускаю, я не знаю. Так, кросс. Опять вот он на этих, на чистых мячах все играет. Меня прям бесит сегодня. Я, походу, очень плохо отношусь к кроссу, но... Он так рискует зимой уйти от меня. Неплохо, кросс. Бейл и Хамиас! Что это за удар? Хамиас, ты же левша! В дальний угол кладем, и все, и забываем. Попробуем новая схема, потому что у нас... Ох, хереть, Карлахоль, ты сесть, что ли, хочешь? Я в ахе просто от Карвахоля. Ах, ух ты! И Агуэра, решай! Как он тащит его! Серхио Агуэра. Ой, блин, ну как она не дошла? Модрич. Здорово! Роналду! Выпустим вратарь перед собой. Это 2-1. Ну-у-у! Вот так мы могли вырвать эту победу. Агуэра спас Араналду. Щиток, сантиметров ему не хватило. Серхио Агуэра. Ай, как обидно. Ай, как могли выиграть. Но время еще есть. Первый матч закончен. Мы играем мячу. Это полный шлак на самом деле. Но что сделать? Сами виноваты. Моментов реально была тьма. Мы их не использовали. И теперь мы имеем то, что имеем, я вам скажу. А что, по таблице? Барселону 2-1, кстати, выиграл всего лишь. А зато Атлетик 3-0 тут расхерачил. Кого он? Лас Палмас. Как получится, нам нужно сегодня рвать свои ягодичные мышцы и выиграть. Потому что в первом туре мы обфекались. Мы сыграли ничью с Пёртингом Хихоном. Где действительно... Ну, могли и выиграть. Но могли и проиграть. Так что, в принципе, нормально получилось. Что касается данного реала, у нас сегодня перестановка. Минзима присел. И сегодня выходит в стартом составе наша покупка. Нет, это не Данила. Но Данила тоже выходит в старте, потому что Карвахоль... Вот все, что можно, он привез со Спортингом Хихонским. А сегодня выйдет Серхио Агуэро в старте. И сразу же выйдет еще и Веранти. Будем смотреть. Начо Фернандес, парень, которого мы продали за 5 миллионов. Проходит в старте, в чем наш. Ох, как ему будет приятно сегодня показать нам сегодня. Роналду, убеги. Ой, хорош. Так, ну вот здесь вот я, конечно, не ожидал Агуэро. 1-0. Тут, я думаю, комментаторов надо услышать. Когда будут забивать, постараюсь молчать, чтобы комментаторов вы прослушали. Великолепно. Роналду на Агуэро. И Агуэро, конечно, посмотрите, монстр. Монстр, я вам говорю. Просто не заставим молчать Суареса на имя. С таким Агуэром. Ой, здорово, Модрич. Научился все-таки, а? И Бэйл. Ах ты ж подкатов своим. Прост. И ударь. Вот. Ай, потащил врата. Да ладно. Честно, не знал, что Харакин вернулся обратно в Бетис. Он же в нем начинал. В принципе, он пик карьеры свою проводил. Даже помню время, когда Бетис играл, думать, в лиге чемпионов. Из Челс. Блин, там прикольные матчи были, на самом деле. Хуакин там, знаете, такой был а-ля Куарежма времен Порту. Ну, первого захода в Порту. Когда он там возил всех финты. Ну, когда это было модно. Его тоже самое, в принципе, творил Хуакин. У Хуакина бешеная скорость была. Валенсия все-таки, ну, не тот Хуакин был. Просто именно, когда ты играешь два центральных полузащитника, Реал сейчас это делает. Ну, Бейл. Ой, хорош. Ну, Бейл! Да, тут нужно послушать просто комментаторов. 2-0. И голевой пас сделал Серхио Агуэро. Я вам говорю, это монстр. Серхио Агуэро останется здесь просто монстром. Посмотрите, как он великолепно разобрался. Конечно, разорвали, разорвали в контратаке, пожалуй Не знаю, контратака это Там получилось потеря, да Мы их поймали на контратаке И Знать что, на самом деле, вот защитник помешал Вот кто это, защитник был? Бруно, он помешал вратарю Может вратарь бы и достал Конечно, Кросс вот в чем хорош, как бы я его не ругал Вы не думайте, что он прям там ужас Кросс великолепный технарь Он великолепно обращается с мячом Ну, просто ноги золотые у человека Но, все-таки, вот когда ты играешь в два центральных Ну, это не Тони Кросс Ой, Модрич Уху И Белл Великолепно 3-0 Причем, смотрите, здесь Модрич классно сыграл Обошел, дал Кроссу Кросс с леда, посмотрите, как ударил Ну, вратарь перед собой Мне показалось, что был офсайд Белл вообще торчал офсайд Но, видно, мне показалось Белл делает тем временем дубль В прошлой игру я его филонил, что он ни о чем А он уже дубль делал Лучше чем Тем более, у нас немножко... Ё-моё, это Варан? Варан, ты что сделал сейчас? Мы пропускаем Опять мы пропускаем Я не понимаю Варана В эту ситуацию Развбивает нам Рафаэль Вандервайр Человек, у которого скорость, наверное, ниже 50 Посмотрите, вот здесь идет пас Рамос выбежал куда-то Вот здесь вот Варан Ну, как это выбил? И два центральных защитников у меня гуляли Жду я Роналда А он у меня все там курит где-то Ой-ой-ой Неплохо ударил Туни Кроза На Бадгоре нет никого Белл Ну, здесь он уже набирает И его уже не догонишь На хитрик идем Охереть! Ты ему в руки ударил просто Хесе! Так, ну все Первый выпуск карьеры за Реал Мадрид Мы заканчиваем Всем, кому понравилось Подписывайтесь на мои каналы В Ютубе, ВКонтакте Все ссылочки везде есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok